всем привет дорогие друзья с вами света вы на канале happy family и пока я жду пока мне досохнет моя прическа для того чтобы снимать пузырные видео мне сегодня работа я сегодня должна снять видеоролик сейчас покажу вам с кем увидите сколько ракеток стоит всяких разных для тех кто не знает я занимаюсь мыльными пузырями реквизитом для мыльных пузырей обучением шоу мыльных пузырей и прочее вот собственно это вот вот это вот моя работа связанная с мыльными пузырями она размещена на другом канале ссылочку вы найдете в описании это канал о мыльных пузырях если вам интересно заходите смотрите там не только для профессионалов интересно там интересно для всех кто любит мыльные пузыри я учу пускать гигантские пузыри показать разные трюки рассказываю про реквизит рассказываю про раствор рассказываю как самим что-то делать так что заходите а для вас другие Такие подписчики канала Happy Family, у меня объявление. И пока я жду свои волоски, я с вами немножечко пообщаюсь. Ну, для начала хочу сказать, что я определилась с форматом, в котором сейчас будет идти наш канал. Так как вы все знаете, в связи с американским законом КОППА, грядут изменения на YouTube, и они вообще уже очень скоро вступят в силу. Это будет 10 декабря. Контент, который будет признан детским, будет переноситься на YouTube Kids. КОППА не будет зарабатывать. Там, в общем, заморочек всяких разных много. Но самое-то главное, что мы теперь должны сами указывать, детский у нас контент или нет. Детским контентом пока что именно является непонятно, поэтому это все сложно. И если ты неправильно укажешь или не укажешь, то штраф за неправильное указание... Так, нельзя закрывать камеру, у меня уже рука устала. 42 тысячи долларов, поэтому это все серьезно. И с этим пока непонятно, какая будет ситуация, что вообще, как будет. Я решила для себя, что я немножечко поменяю формат роликов. Мы не будем снимать целый день, выкладывать это как один большой влог. Я буду снимать вам кусочками. То есть, допустим, пойдем на выходных, Лизе с Мишей покупать ботинки зимние. Я вам сниму ролик про покупку зимних ботинков. И, допустим, снимаем какую-то поделку или что-то делаем с детьми. Все, я снимаю, называю ролик про поделку и помечаю, что это ролик детский, чтобы не было никаких проблем. Ну и вам будет интересно. В связи с этим снимать я сейчас пока буду только на телефон. Качество, надеюсь, будет лучше. Фоновую музыку здесь составлять я пока не умею, поэтому будет примерно так. Вот, как я вам сейчас сняла ролик, возможно, когда-то будет небольшая нарезка. С помощью редактора YouTube я буду пытаться это делать. Вот, буду стараться делать вам интересно и информативно. Оценивайте лайками мои видео, чтобы я понимала, на какую тему вам интересно смотреть, а какие ролики у меня не получились. Можете в комментариях писать свое мнение. Буду очень благодарна. Также буду вам снимать, и как Катюшка играет на гитаре. То есть, такие вот ролики небольшие, совсем не длинные буду снимать вам. Но, наверное, буду делать это чаще, потому что не нужно будет тратить время на монтаж. Пока не прояснится ситуация с YouTube, и пока я не запущу свой новый проект по заработку моему дополнительному, я буду снимать именно так. Я думаю, что подписчики, которые любят нас смотреть за то, что мы такие, какие мы есть, они с нами останутся и даже прибавятся, потому что видео станут естественнее. Попробуем немножечко перезагрузить, сделать такую перезагрузку канала, будет немножечко все по-другому в Happy Family. А на камеру я буду снимать для вас, если мы куда-то поедем, там, детей на развлечения поведем, чего-нибудь такое глобальное будем целый день делать, я буду снимать тогда на камеру и монтировать, как раньше. Напишите, что вы думаете по этому поводу, нравится ли вам такая идея. Жду ваши отзывы в комментариях. Кстати, вы заметили, что YouTube на некоторых наших видео умудряется отрубать комментарии. Где можно, я их включаю. Но там, где он распознает, что это видео детское, там он отрубает комментарии, я с этим сделать ничего не могу. Поэтому, если вдруг он отрубает комментарии, пишите комментарии к другому видео. Я все равно увижу, все равно прочитаю и пролайкаю ваши комментарии. Ну что ж, спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если вы соскучились и вам нравится то, что я сказала. Пишите комментарии, подписывайтесь, если еще не подписаны. Давайте дружить. Всем пока. До следующего видеоролика. Продолжение следует.